процесс сборки батареек это батарейка ford focus electric ремонтировали после утопления вернее сейчас разбираем для ремонта после утопления эта батарейка на nissan dnv 200 нашего производства эта батарейка kia soul тоже будем делать и эта батарейка toyota rav4 наш инженер переписал немножко программку и теперь программку можно то мы смотрели по отдельным модулям по отдельным даже бембишкам потому что на toyota rav4 есть под на toyota rav4 есть и маленькие модули по с одной бембишка есть большие модули с двумя бембишками и вот так вот она теперь работает эта программка это первые четыре маленькие это маленькие модули это большие на маленьких видно что 00 вольт да здесь в этой батарейке за разбаланс 3 10 вольт 297 315 там где 0 вольт это значит этого модуля вернее этого элемента он здесь свободный а на больших модулях стоят по 2 бембишки 1 2 3 4 5 6 и некоторые спрашивают что такое бемби бемби это плата которая вот установлена на модуле она по сути не имеет своих мозгов она просто управляется бмс кай бмс устанавливается спереди вот в этой части и она отвечает как раз за измерение напряжения за измерение температуры и за саму собственно говоря балансировку на ней стоят резисторы которые и при включении которых они начинают балансировать здесь не активные балансиры а пассивные а вот это сама бмс к она такая же точно по конфигурации и вообще по форме такая же как на тесла model s и такая же как на мерседесе но на мерседесе она заложено ее так просто не считать стоит раф-4 из теслы с определенных годов тесл можно все вычитать и перепрошить вот так вот выглядит бмс к и собственно говоря это весь мозг батарея а бемби это как солдаты которые отвечают за сохранность каждого модуля и когда падает что вернее если не полчаса валится напряжение в ноль при включении балансировки на этом канале и сразу сработают куча аварий засветится красная но тут сейчас каждая бембика выдает вот эти статусные регистры в принципе по алертам фау там все в порядке если тут будет красный то значит сработала одна из давали например вот это вот подписано что это under voltage это то есть низкое напряжение высокое напряжение ячейки конечно упрощает эта программка ремонт батареи этих а для марседес тоже находиться для марседеса именно это же программа да 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 тут даже и так есть за шаблоны подносить здесь на так тут сразу можно выбирать и здесь можно выбирать для какой машина на тесла 60 70 киловатт тесла 85 киловатт плюс 2 в 4 или mercedes b-класса то есть для вот этих вот автомобилей эта программка может диагностировать батарейку раньше мы напомню раньше мы балансировали их вернее проверяли балансировку подключая разъем каждой отдельной бембишки часто все значительно упростилось в принципе тут получается по контактам все в порядке вот ради мере вот эти модули еще живые провода от технику отлетали стали дни проводочки имеется виду вот эти вот провода у них тоже есть болезнь тоже делал видео уже смарт на mercedes когда вот этот провод медный который приварен ультразвуковой сваркой к алюминиевому полигону она он отпадал и из-за этого у нас при включении так вроде когда проверяешь все нормально когда включаешь балансир то модуль проваливался в ноль на тесле с этом в этом смысле проще потому что там можно на монитор вывести параметры в когда машина в факторе но это должна быть машина на вернее батарея должна быть словами на автомобиле если батарея снята то к сожалению такого сделать нельзя она дает и номер с есть такого сделать в принципе нельзя когда включается балансировка чуть-чуть провалилась было 31 час 3048 это балансировка только первая ячейка можно включить полностью сразу всю батарею на балансировку вот так вот приходится выходить из положения чтобы как-то ускорять процесс ремонта этих батареи это то что записал сюда завод-производитель какие параметры зашиты именно по перенапряжению перегреву то есть вот сработает аварии если напряжение опустится на одной ячейки на до полутора вольт если напряжение превысит 44 то сработает тоже авария это временные задержки ну типа фильтр вот если ячейка нагреется до 65 сработает авария то есть вот это вот все зашивается в область памяти которая однократно программируется на заводе и поменять потом процессе это нельзя и так для каждого модуля и вот здесь кстати должна быть маска вот сконфигурирован для таких ячеек это получается с первого по четвертый могут будет идти это вот эти вот верхние 1 2 3 4 почему не срабатывает авария вот если взять допустим бенбишку которая сконфигурирована по 6 ячеек и отключить и одно из напряжений вот здесь то сразу сработает авария и ну это понятный год 5 ячеек 5 3 3 3 4 а вот дальше идут по 6 ячеек сконфигурированы на 5 и дальше все идут по 6 ячеек и вот эти параметры по перенапряжению по заниженному напряжению по перегреву там везде одинаковые но все это было вычитано с самих бмс ну вот это вот самое такое интересное вот это остальное это можно почитать в дата шити это в принципе вот эти несущественные параметры в данном случае но по большому счету это не сильно важная информация в обычном процессе ремонта но если она есть допустим попадется например на теслах есть тоже бенбишки там где сконфигурированы на 5 ячеек есть такие модуля батареи на 70 киловатт и получается такую бенбишку просто так уже никуда не поставишь на ячейку там где 6 модулей и точно так с ячейки там где 6 модулей не поставишь вот сюда бенбишку будет быть аварии и переконфигурировать ее невозможно потому что еще раз повторюсь область памяти однократно программируемая то есть переписать вот эти данные на уже запрограммированный бенбишки нельзя на новой микросхеме нужно на бывшей вот так вот все развивается и нам приходится немножко развиваться для того чтобы упрощать процесс ремонта